всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут люба своем блоге рассказывал о красоте об уходе за собой и о жизни в швеции еще немного немного мамской темы о молодой маме и о новорожденном ребенке если тебе интересна данная тематика оставайся со мной оставляй пальчики вверх и подписывайся на канал благодарна каждому за подписку и за ваши комментарии начну я это видео с небольшого лирического отступления самое-самое первое видео на youtube канале было посвящено родам в швеции в городе стокгольм потому что русскоязычных группах задавали очень много вопросов с фейсбука как проходили роды что нужно брать в роддом и так далее мне было очень тяжело отвечать каждому это было по 10 по 15 сообщений в день и собственно это и было стартом моего youtube канала и следующее видео я посвятила волосам которая стала самым-самым актуальным на моем канале которая вызвала очень большой ажиотаж много комментариев я являюсь экспертом в области по уходу за волосами окрашивание волос я много лет проработала парикмахером колористом прекрасном городе одесса а также технологом бренда matrix обучила невероятное множество салонов по всему югу украины этой херсон и николаев и одесса постоянно проходила тренинги мастер-классы ездила на повышение квалификации в испанию в италию также обучалась у таких великих мастеров как гай танк как эрик симур и так далее я думаю что парикмахера знаю для обычного обывателя обычного обывателя может эти мина ни о чем не скажет но собственно этому я уделила немалую часть своей жизни и я знаю о волосах все и сейчас я хочу запустить серию роликов посвящено посвященных волосам это будет бьюти толк назовем его так о волосах мы будем развенчивать мифы мы будем с вами учиться правильно ухаживать за волосами буду отвечать на ваши вопросы когда их соберется достаточное количество также видео формате буду подробно все описывать и рассказывать а также еще год назад я снимала тик ток на тему волос сейчас я свой тик ток не развиваю этом направлении но очень много видеороликов с полезной информацией у меня осталось и эти видеоролики я буду загружать сюда в раздел шарс шарс на youtube это вертикальный формат видео собственно скоро скоро будет обновление канала поэтому еще раз спасибо вам за вашу активность вы меня вдохновляете спасибо за негативные комментарии они вдохновляют меня еще больше тема этого видео 5 5 мифов о шампуне правда или ложь поделюсь с вами информацией я эксперт в уходе за волосами первый миф что ежедневное матье это вредно для волос а также что голову можно переучить мыть реже это миф всем индивидуальные наши сальные железы работают у каждого по-своему ежедневное мытье никак не влияет на качество волос но это может доставлять вам определенный дискомфорт можно ли переучить нет переучить тоже нельзя потому что волос это не студент его учить не нужно достаточно подобрать просто правильный уход обратите внимание на то что если ваша голова жирнется очень быстро сальные железы работают с избыточной силой чаще всего кожи головы не хватает увлажнения попробуйте применить увлажняющую линейку и вы увидите результат уже через три недели миф номер два шампунь плюс кондиционер два в одном супер классное средство очень выгодно и очень удобно применять и главное как быстро хорошее средство или нет как думаете я уже говорила в одном из предыдущих видео что шампунь имеет щелочную среду а кондиционер имеет кислотную среду так давайте подумаем как может два абсолютно разных средства по спектру своего действия по химическому составу отлично работать в тендеме верно это невозможно никогда не покупай шампунь 21 покупай отдельно шампунь и кондиционер третий момент на который хочу обратить ваше внимание что слс о май гад содиум лаурил сульфат натрия содиум лаурет сульфат натрия очень вредно очень плохо правда или нет это поверхностно активные вещества они помогают нам очищать кожу головы за счет пенообразования я приверженец профессионального ухода за волосами но я думаю что даже в бюджетных брендах концентрация этого вещества строго ограничена а также сам продукт шампунь он проходит все дерматологические тесты и поэтому он не оказывает негативного влияния на организм потому что его концентрация в том количестве которое безопасно для применения опять-таки повторюсь что в профессиональных линейках хода за волосами я более уверена чем в продуктах с масс-маркета хочу еще с вами поделиться небольшим лайфхаком если вы приняли решение перейти на органический шампунь без таких составляющих как содиум лауреал сульфат натрия либо содиум лауреал сульфат натрия то делать это нужно постепенно не сразу каждое мыть о головы применять новый продукт заменять им каждое второе мыть о головы начиная с каждого третьего мытья головы то есть чтобы это было постепенно постепенно потому что вашей кожи головы может отреагировать не самым лучшим образом у вас могут начаться такие нюансы как перхоть вплоть до сиборийного дерматита даже это было моей практике у моей клиентки описываем себя ситуацию если бы вы всю жизнь питались бы в макдональдсе и тут вы решили резко соскочить на салаты из зелени и огурцов с оливковым маслом вы представляете какой бы это был диссонанс для нашего организма точно также и с шампунями все делаем постепенно вводим его каждое третье мытье потом каждое второе мытье а потом уже полностью переходим если кожа головы дает хороший отклик и четвертый пункт также предназначен для людей которые в чем-то опасаются содиум лауреал сульфат натрия слс лес возможно лучше тогда применять детский шампунь спросите вы детский шампунь предназначен для детей конечно для детей он настолько мягкие в нем настолько мягкие поверхность активные вещества которые очищают кожу головы что взрослому человеку его будет элементарно недостаточно для очищения у вас начнет быстрее жениться кожи головы и вам придется еще чаще мыть голову конечно есть индивидуальные случаи всегда бывают исключения из правил это я уже предвижу какие-то там комментарии что вот я пользуюсь мне подошел бывают исключения всегда они есть были и будут но в 90 процентов случаев не нужно применять детский шампунь для взрослой кожи головы закрывает список наших мифов шампунь от перхоти почему когда им пользуешься все хорошо и перхоть уходит так как только перестаешь им пользоваться все возвращается обратно также я разбираюсь в области трихологии поэтому я вам подскажу ответ на этот вопрос и перхоть у нас бывает двух видов первый вид перхоти это действительно дерматологическая проблема это тот вопрос это тот нюанс который вам нужно решать непосредственно с врачом потому что это перхоть это может быть грибок это может быть сиборейный дерматит это проблемы с внутренним состоянием организма этот вопрос нужно решать комплексно с врачом с врачом дерматологом либо со врачом трихологом и второй тип перхоти это когда у вас да все плечи в снегу это неприятно но этот момент возникает из-за сухости кожи головы когда сухая кожа головы у нас летят белые чешуйки белый снег на наши плечи и это не является дерматологической проблемой этот вопрос можно решить только с помощью увлажняющей линейки увлажняющего шампуня я также когда работала парикмахером я выполняла и мужские стрижки а очень часто такая проблема возникает у мужчин у них очень сухая кожа головы и когда мне мои клиенты говорили слушай я купил head and shoulders он ничуть не помогает мы им подбирали увлажняющую линейку это увлажняющий шампунь а также есть специальный кондиционер который назначен предназначен именно для кожи головы также были такие нюансы что когда мои клиенты ездили на отдых в разные страны сразу смена климата смена качества воды тоже давала такой эффект как сухостью кожи головы и как мои клиенты думали что это перхоть меняли линейку домашнего ухода на увлажнение нюанс этот неприятный проходил через две-три недели применения линейки увлажнение поэтому если вы заметили что у вас появилась перхоть по причине сухости кожи головы примените увлажняющий шампунь попробуйте если это не дерматологическая проблема то этот неприятный нюанс быстро вас покинет начало положено это было первое видео из серии видеороликов по уходу за волосами мифы или правда их будет еще много я на самом деле не ожидала что мое видео о волосах соберется только реакции я понимаю что эта тема очень интересна многим я понимаю что благодаря моим знаниям я могу помочь каждый из вас улучшить состояние ваших волос отрастить их избавиться от неприятных моментов поэтому спасибо большое за просмотр спасибо за пальчики вверх подписывайтесь на канал всем роскошных красивых и густых волос пока пока